Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Джордж Клэр Тукер-младший, американский художник-фигуративист. Его работы ассоциируются с магическим реализмом, социальным реализмом, фотореализмом и сюрреализмом. Я пользуюсь переводной википедии. Его сюжеты изображены естественно, как на фотографии, но в изображениях используются плоские тона, неоднозначные перспективы и тревожные сопоставления, наводящие на мысль о воображаемой реальности. В 1968 году был избран в Национальную академию дизайна. Был членом Американской академии искусства и литературы. Тукер был одним из девяти лауреатов национальной медали искусств в 2007 году. Родился 5 августа 1920 года в Бруклине, где провел первые шесть лет своей жизни. В детстве брал уроки рисования и большую часть своей юности провел в художественном музее ФОМ. Он посещал Академию Филлипса в Мандовере, штат Массачусетс. Окончил Гавардский университет со степенью по английскому языку в 1942 году и поступил на службу в школу кандидатов в офицеры и корпус морской пехоты. Но был уволен по медицинским показаниям. Учился в Лиге студентов-искусствоведов Нью-Йорка под руководством Реджинальда Марш. Особенно интересовался классической скульптурой, ламандской живописью и воянием, итальянской живописью эпохи Возрождения и воянием голландского Золотого века, танцузским искусством 17-го века, искусством Нового Света и мексиканским искусством 1920-30-х годов. В начале его карьеры работы Тукера часто сравнивали с такими художниками, как Эндрю Уайт, Эдвард Хопп. Его самая известная картина содержит сильные социальные комментарии и их часто характеризуют как его «общественные» или «политические» произведения. Он также создал религиозные произведения. Его работа на раскрашенные панно семь таинств находится в его местной церкви в штате Вермонт. Томас Гарвер, написавший монографию о творчестве Джорджа Тукера, написал «Это мощные картины, которые останутся в общественном сознании. Каждый может сказать «Да, я был в такой безликой ситуации», даже если это просто стояние в очереди на получение водительских прав». Его работы производят особое впечатление, потому что они настолько просты и относятся к повседневному опыту таким образом, что зритель вынужден более критически относиться к их существованию. Так написано в данных, которые я нашел в интернете. На протяжении нескольких десятилетий рисовал без особого признания, создавая от одной до трех картин в год. В 1980-х его заново открыли и прославили как одного из самых уникальных и загадочных американских художников 20 века. Он методично смешивал краски вручную, используя воду, яичный желток и порошкообразный пигмент. Каждая картина была не только кропотливо выполнена, но и глубоко продумана интеллектуально. Хотя темы ее работ просты, общее воздействие к каждой из них неоднозначно и загадочно. На эти сцены наложен мифический подтекст, поэтически передающий ощущения страха и неловкости. Темы, на которых сосредоточены его работы, включают любовь, смерть, секс, горе, старение. Отчуждение и религиозную веру. Тукер умер в возрасте 90 лет в своем доме в штате Вермонте из-за почечной недостаточности. Вот так вкратце из переводной википедии, из данных, которые мне удалось найти в интернете, о Джорже Тукере, американском художнике и гуративисте. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы.